Итак, от Ирины еще поступил один вопрос. На личном сайте и блоге вы сами текст пишете или заказываете где? В этом году я тоже сделала свой сайт, но вот с текстами у меня трудновато выражать свою мысль, поэтому вас, Наталья, об этом спрашиваю. Все тексты, которые я пишу на своих сайтах, я пишу лично сама, то есть они обладают стопроцентной уникальностью. Вообще, откуда у меня такая способность? Вот я всегда говорю, что я больше писатель, чем читатель. Ну, во-первых, конечно, есть много разных способов написания текстов. Я вам скажу, что я по профессии в прошлом педагог. То есть я 10 лет работала в школе, и для меня написать сочинение или изложение на заданную тему совершенно не составляет никакого труда. Плюс я люблю это. В школе я всегда была по складу гуманитарий, и у меня всегда удавалось хорошо писать и изложение, и сочинение. Поэтому, плюс я очень много читаю, иногда просто можно изложить свои мысли, вернее взять мысли других людей и просто изложить своими словами. Но еще вот какой совет бы я вам дала? У вас должна быть четкая направленность с вашего сайта. То есть если вы, например, хотите вести блог, ну, блог это дневник, то вы можете писать о том, как проходят ваши дни, и выбрать какую-то узкую тему, предположим, мой бизнес MLM, или кухня моей мечты, или я рукодельница, или как я воспитываю детей, или я мамой зарабатываю. В общем, какая-то узкая направленность должна быть, и все ваши тексты, все ваши заметки должны быть написаны именно в контексте этой темы. Писать дневник очень, в принципе, легко. Начинать хотя бы с таких статей, что вот я утром сегодня проснулась, у меня посетили такие мысли, я решила сделать то-то. Сделала, и вот такой результат у меня получился. Ну, рано или поздно писать вы научитесь, потому что если развивать этот навык, то вы его сможете развить точно так же, как любой другой. Ну, и есть еще разные способы, например, нанять фрилансеров, которые вам напишут тексты, но поскольку я знаю из опыта общения с фрилансерами, все равно они не напишут ваши мысли. То есть вы можете задать текст, например, технически какой-то на заданную тему. Я пробовала себя в роли фрилансера. Я писала текст, помню, одному из лидеров компании Reflame на тему, что значит натуральная продукция. То есть как я это сделала? Я собрала материал на эту тему в интернете и просто весь материал изложила своими словами. Я просто написала изложение. Есть очень много программ, которые проверяют уникальность текста. Одна из них это Двега Плагиатус, например. Вы можете проверить, стопроцентно уникальный текст у вас получился или нет. Но знайте, что если вы у кого-то берете тексты, не изменяете их и на свой сайт их размещаете, у вас сайт понижается в индексации. Потому что Плагиат поисковики не любят. Поэтому будьте на эту тему внимательны. Ну что ж, наверное, я, Ирина, ответила на ваши вопросы. А если у тех, кто смотрит сейчас это видео, так как я решила выложить его в открытый доступ в интернет, так как подобные вопросы мне задаются очень часто, вы можете написать мне в личном сообщении, например, в социальной сети ВКонтакте, найти меня, Наталья Невзорова, город Котлас, задать мне вопросы. Если у меня будет такая возможность, то я вам обязательно на этот вопрос отвечу тоже в видеоответе. Ответьте.